Продолжение следует... ...во время ее бегства от дикой охоты. Авалак, под этим именем он был известен нашим героям, сообщил Геральту, что Цири находится в убежище на острове Туманов. Продолжение следует... Дорогие друзья, всем добрый вечер. Всем привет. Ведьмак, понедельник, очень жесткий понедельник. И стрим. Давайте понечку начинать. Так, давайте немного расходимся. Разомнем наши ноги, наши чресла. Ага, добровольная деревенская стража. Но нас это не интересует. Нас интересуют квесты. Давайте посмотрим. Мы наконец-то получили тридцатый уровень. Пошлите займемся первыми ростками зла. Одним из основных квестов. У меня голос пока. Видимо, еще в норму не пришел после улицы. Поэтому буду немного криктить. Так вот. Один квест основной из множества. Я понимаю, потому что тут наверняка и дополнительные какие-то будут квестцы. Ну, давайте к пешочкам пройдемся. Там видно будет. Попробуем немножко знаков вопросов позаковать на пути. Полюбуемся местными красотами. О, да. Ну, и я себе голосовые связки тоже немножечко разомно. О, блин, прикольное место, кстати. Прикиньте, вот в той деревне жизнь, да. Еще и с видом на город прям круто. На Аксенфорт, так понимаю. Вот оттуда выходишь и ешь по этой тропинке. Не знаю, ночью, например, летней, да. С девкой какой-нибудь. Румяной. Круглобокой. Крыночка молока свежего. В руках. Так оно еще и в форме сердечка. Ну, это прям любовь. Ты приходишь на этот песчаный карьер. И занимаешься ты любовью страстной. На гнилом причале. Вот да, если картина. Только причал очень выбивается и портится малину. Но в целом, в целом, место-то топовое. Прям. Не у топцев ничего. Ни собак, ни гулей. Только птички летают. Или, допустим, сюда забраться, да. Под березку. Ох, присвете луны. Мм, красота, сказка. Эх, 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 завидую жильцам местным. Ну, было бы чему, на самом деле, завидует тому, что у них тут не самого лучшего характера события происходит. Ну, давай. Мм, заброшенное поселение. Или что это за место? Чей-то дом. Да, человек, кошка. Дела? Нормально. А твои как? Мы там такое классное место только что нашли. В Ведьмаке. Прям туда. С румяной девицей. Красота. А, мы здесь по квесту были, все понял. У меня еще пока голос не разогнался для стрима, поэтому я буду периодически звуки издавать непонятные. Что ж такое? Сейчас пять секунд лучше. Быстренько это сделаю и не буду париться. Вот так вот, по идее, лучше будет, да? Ну, чего? 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 Давай поторгуемся. У тебя даже деньги есть. Хорош. Мега хорош. Бывай. Прощай. У этого чучела есть чувство. Между прочим. Эх, Ведьмака обидеть может каждый. Не все, конечно, после этого выживают. Но это другой вопрос. Там Netflix, кстати, вышел какой-то этот самый, выпустил. То ли трейлер, то ли анонс. Приквала к Ведьмаку. К сериальному. Я пару картинок посмотрел. Каста, да, и четко это самое. Грустно стало немножко. Так, сокровище под охраной. Савина, урочище. Элементаль. Не отголим. Ну давай, дружок, грозу, блядь, 37 уровня. Здоровенный супкин сын. Долго бить придется. Ну, мы уже привыкли, да, к такого рода развлечениям. Немать не поэтому нам торопиться нет. В таком какой-то странноватый нюанс. Я подобных что-то и не видел даже, по-моему. Дать, мы вот это хернем и вот это хернем. Побыстрее бить. И чуть-чуть посильнее, наверное. Дать его на более открытое место. Выведем. Ну, вроде все нормально, настроение говяное. Ну, душаткой будет праздником. Сгоня развесище, чтобы не было. Пообщайся с прелестными мазелями. Только шляпу не забыв. Для кадрения. Обязательно. Ведь человеку нужен человек, сказал джифан и откис от удара по лицу. Было больно. Это было больно. Значит, значит, мы не пойдем сейчас заниматься знаками вопроса, мы пойдем по квесту. Надо набивать уровни. И потом, потом мы сюда вернемся и, соответственно, обкашляем все вопросы. Чаю еще, кстати, советую теплого прям. Точнее, не теплого, даже горячего, сладкого, крепкого. Отличная тема. У меня вот со вкусом кленового сиропа, как бы это ни звучало. Он такой, знаешь, немножко древесный на вкус, но сладенький. Мне нравится. Даже не ожидал, что у меня есть подобного рода пристрастия. Последний пять раз у меня отков заканчивается, но это не повод. Надо быть как танк. Перейте себе, доперейте вперед. И не париться. Ну, как бы, естественно, обдумывая ошибки прошлого в компании, что рефлексирует. По-моему, там зарело пожар, обеднеется. Бой ол-бой. Да, смотрите, горит все. Так вот, ибо тот, кто не учится на своих ошибках, тот глуп. А ты же не дурак. Ты же у нас умница. Красавец. Помсомолец, прости господи. Ну, и все такое проще. А в этом вилене правда беда такая? Сырена нижнего плюй на ближнего. Мне для храбрости нужны вещи. Хорошо поесть, хорошо выпить и хорошо повеселиться. О, это ты там стоял суть по всему. Обидеться на все. Это то, что. Ой, прям ипостаси человека и кошки встречаются мне. Две штуки. Хорошо горит. О, кого я вижу? Ведьмак с хорошим ударом. Что слышно? Что когда наружу выросла? Никакофирский сифилис подхватил. Вроде как. А у вас имение горит. Заметили? Это? А, да. Ну, ты знаешь, как бывает. Катейка. Первушка-то хорошо пошла. Танцы, выпивка, веселье. Ну, и нас немного занесло. Оно и видно. А где Ольгер? Да, чтобы я знал. Где-то здесь, наверное. Нет! Умоляю! Нет! Захлопни пасть! Кажется, кого-то сейчас казнят. Оставьте! Заткнись! Я с вами хлеб делил! Пили вместе! Воевали рядом! А вы хотите меня убить? Я же один из вас! Может, ты был когда-то, а теперь уже нет. В чем его вина? А тебе-то что? Ну, вот именно. Какая разница? Он же один из них. Бандюк. О, а что сразу так нервно? Ты оглох, что ли? Убирайся отсюда, выродок! Я лишь хотел узнать, что здесь происходит. А вот и не узнаешь! Проваливай! Уйду, когда вы мне скажете. Да чего же ты упрямый хер! Атаман велел его казнить. Ну что, мы тебе сказали? Так вали отсюда! Не мешай! Вы сказали, что Ольгерт приказал его казнить, но не сказали за что. А тебе не все равно, ведьмак? Все равно. Просто любопытствую. Он нарушил дворянский кодекс. За это только одно наказание. Смерть! Че? Что тут делается? Вы с ним не закончили? У меня уши вянут от воплей! Жмяк! О, Гераль! Ты здесь? Значит, в каналах все прошло благополучно. Мне нравится свет, как здесь поставлю. Убил моего отца! Уу. Да. Убил. Ублюдок! Этот человек убил его сам, без моего ведома. Его разозлило, что твой отец отказал нам в ночлеге. За это своеволие и нарушение дворянского кодекса, он и был казнен. Хм. Что еще для тебя сделать? Убрать ее. Такой кафтан просрали, а? Хороший, блядь. Так на чем мы остановились? Обидно. Зачем все это представление? Хм. Разве же это представление. Человеку иногда надо вкусить немного безумия, чтобы освежить вкус к жизни. Судя по тому, что у тебя на лице, ты знаешь, о чем я говорю? Ты бессмертный? Смотря что ты под этим понимаешь. Да. Убить меня нельзя. Но это вовсе не так приятно, как может показаться. Жить вечно не означает жить полной жизнью. Так это проклятие? Проклятие? Нет, не думаю. Ну вот, да. Полностью согласен. Если ты знаешь, что тебе почти невозможно причинить вред, начинаешь рисковать все больше и больше, покуда не обнаружишь, что уже ничто не может развеять твою скуку. Вся соль в том, чтобы миновать эту точку и увидеть за ней новые возможности. Знаете, как я и Ведьмак. Я вот мечтал поиграть в Ведьмака. Пожалуйста. Теперь последствия с Гиби. Знаешь, что это такое? Я не уверен, но догадываюсь. Ты связался с опасным человеком Ведьмаком. Словно у меня был выбор. Я убил бестию в каналах. Ну, мои поздравления. Тебе полагается награда. И ты можешь взять себе что-нибудь из дома, если там еще что-то не догорело. О, уровень. Отлично. Трудный был бой. Когда я убил чудовище, оно превратилось в человека. Ты знал, что так будет? Ну, конечно, знал. Иначе бы он тебя в это не впутывал. Явился. Гинтер-1. Снова пришел поливать меня грязью. Нет. Я пришел получить долг. Но сначала ты должен найти помощника, чтобы исполнить три твоих желания. Вот он. Геральт из Ривии. Он сказал правду? Ты знал, что жаба это проклятый принц? Не только знал, но и сам приложил к этому руку. Он не упоминал об этом? Это весьма поучительная история. Я расскажу. Ольгерд был некогда влюблен в прекрасную девушку по имени Ирис. Но ее родители выбрали себе в зятья афирского принца. И Ольгерд возненавидел его. Сначала он хотел его убить, но счел, что это слишком просто. А потом обрек его на страдания. Жалкую жизнь в обличье жабы. А когда ему наскучили мучения принца, он решил убить его твоими руками. Напомни мне, Один. Кто должен выполнить три моих желания? Мой помощник. Геральт. Так убирайся прочь. Не желаю видеть твою рожу дольше, чем необходимо. Идем. Куда? На конюшню. Мои люди уже собираются... Гнилой на гнилом, гнилым погоняют. Ну что такое, а? Вот вечно мне везет на компании какие-то неподходящие. А я весь кромный парень. Почему ты не сказал мне правду об этом чудовище? Хотел устроить сюрприз? Я просто хотел, чтобы кто-нибудь убил жабу. Откуда я мог знать, что заказ примешь ты? Когда на моем пороге появился ведьмак, я подумал, что это даже к лучшему. Все-таки вас за этим и учат. Может, его бы удалось расколдовать? Может быть. А может быть и нет. Впрочем, зачем? За тем, что это человек. Паршивый афирский пес это не человек. А суждай. Горевать о нем нечего. А суждай. А что он сказал о принце, правда? Это ты превратил его в жабу? Может и я. А может этот тупой афирский борчук просто чего-нибудь нажрался. С ними никогда не угадаешь. Не знаю жратвы, от которой можно чудищем стать. Тогда Падди напил с какой-то дряни. Я наложил проклятие. Без мести. В полном отчаянии. Я тогда был другим человеком. Выкрикнул проклятие в гневе и даже не подумал, что оно может исполниться. Вижу, у вас с господином в зеркало какие-то споры. Мне бы не хотелось вмешиваться. Поздно. Ты уже вмешался. Он однажды помог тебе и теперь просит вернуть долг. Я угадал? Да. Ну так теперь ты не избавишься от него, покуда не вернешь. Но будь спокоен. Я придумаю такие задания, что тебе их нипочем не выполнить. Он на Бэкхэлла похож. И отдашь свой долг. А я буду жить спокойно, пока зеркало не найдет себе нового помощь. Очень похож. Ну, если ориентироваться на мои воспоминания о Бэкхэме. Наверное, проще будет, если я спрошу прямо. Что я должен для тебя сделать? Дай подумать. Свистнуть хуй, наверное, да? Раз у нас нет больше крыши над головой, пожалуй, с этого и начнем. Да будь мне дом Максимилиана Барсоди. Почти. Его дом? А что ты удивляешься? Надо же мне где-то жить. А это что такое? У тебя что, боги последний разум отняли? На грязного коня хочешь сесть? Пойди прочь. Знаешь, что бы сделал Витальд, если б такое увидел? Знаю. Витальд? Мой брат. Сам мог смердеть, как трехдневный анучий, но кони у него всегда выглядели, как на параде. Никто не умел развлечься, как Витальд. Жаль, что теперь он совсем не веселится. Поэтому ты сделаешь так, чтобы он отвел душу за все это время. Ясно. Будет сделано. А третье желание? Выполни сначала эти. А там видно будет. Ануччи. Я всегда о ночи почему-то читал. Если честно, не думал, что там ударение наоборот ставится. Где мне тебя искать, когда я разберусь с домом и с братом? Кто же знает, куда нас в компании занесет? Вот что. Что-то я у себя не могу. Нормально прям кошмар. Алхимия. Договорились. До свидания. Так, ну, пошли. Домишко отбивать себе. Не знаю, как мы это будем делать, но что-то да придумаем, надеюсь. С братом сложности быть не должно этот дом. Как же ему принесут дом? Можно сделать маленький домик. Не стал беспокоиться о доме. А вот с братом меня зерну модель. Почему с братом Ольгерда мне должно быть труднее? Он мертв. Потому что он уже несколько лет как мертв. А, некромантия не хватало. Некромантия – это не единственный способ вернуть кого-нибудь к жизни. Есть еще ритуал призвания. Это выбор между чем и зерой. Мне понадобилось бы кровь призванного. Клабный, нет. Разумеется, призванного не обязательно. Вот, держи. Откуда это? Геральд, Геральд. Ты страшно любопытен. Представь, что это кровь Эверид. О, пацаны. Неплох. Давай. А где же найти этого Витальда? Не могу же я делать все за тебя. Используй голову. Рот фон Эвериков был известен в этих краях. Наверняка найдется кто-то, кто о них слышал. Например, та рыжая красавица. Шанин. Барышня доктор. Мне говорили, ее не спаивать. Я помню об этом. Девушку не поить. Есть идея, как мне достать для Ольгерда дом Барсоди. Я знаю только одних Барсоди в округе. Они держат в Оксенфурте и аукционный дом. Припоминаю. Однажды они чуть не продали с аукциона мои мечи. Было дело. Дело было в Новиграве. Они переехали. У тебя есть прекрасная возможность выяснить, почему. Хорошо, я найду их и что дальше. Не знаю. Может быть, дорогой листер, тебе придется? Шупаем сразу трахаем. Не трахаем, а любезно. Возьми сразу пенис. Леон всего лишь убиться. Фу, пошли. Слушайте. Пора принимать. Чё, как дела? Экостроение. Ты же замечательно, при этом развлечешься. Жду, не дождусь. Если мне понадобится помощь, где тебя найти? Я сам прилет. Ага. Вот так всегда. Удачи, Геральт. Роботы. Робота. Ну, как говорится, работа, работа, перейди на Федота, седота, на Якова, с Якова, на всякого. И все. Чё-то так не делаешь, не понимаю. Это просто хитрый способ поиметь систему. Доступный каждому. Так, ну, давайте качнемся. Ты-ды-ц. И раз мы так близко туда, давайте попробуем сходить на точку интереса. Вы? Вы? Такого уровня тут, ребятки? Ну, ништяк. И я там был мед и упил. Назывался квест. и петель шустрая дай гиги мобиль другой только лёха у лёха соболезную готовься к таким количеством работы которая не видела человечество до селя ах ты же самка паука дайте как ты шустры бежишь короче вот и все нет описаем нехорошо до еды мадрид провосрал момент пробовал не работает хочется кушать ну ты просто неправильно работа надо было это самое солнцем питаться энергией это что про наедает рабочая тема он кстати вчера на стрим заходил правда под конец но тем не менее так что вы можете переживать за него у него все в порядке капучино все ништяк ну точнее в пределах разумного а ты видела о молодец а я дублирую потому что я забудусь о вас мало ты спал в этот момент например или не знаю паука в туалете пугалка он всякое же бывает жесткий тип так и ради чего это дел ради угла давайте уничтожаем еще и звезды или картечью боль так ну чё нам же ничего не насыпал ну да пошить тогда и я там был мед пил и пил погнали по этому пусть смешно то что имение называется горин при том что она сгорела чувствуется легкая ирония сей ситуации так куда нам в аксинфорд поехали аксинфордские ночи сегодня если что стрим коротенький потому что понедельник сами понимаете день такой так что два часика общей суммы посидим и на боковую отдыхать завтра соответственно тоже ведьмак будет послезавтра в среду погоняем чужих я декс пообещал а там дальше будь че будет шанечка я дома я исследовала образцы слизи теперь я могу приготовить противоядие это хорошо дороги зараза в армии может быть опаснее любого врага твои заслуги не будут забыты я получу медаль в форме жабы о был прикольный у нас такой медали нет надо учредить за зачем стих учить если не спросили для собственной памяти и не только долгая история поэзи вообще прикольная тема мы тут лекарства ждем может потом поболтаете да хорошо я и вот он гордись кардио это недолго миленькая это медичка не то что эти ученые слова о полку игре у это класс я все занятия по данному произведению прогулял к сожалению такой вот я негодяй интересно а как же по-твоему эти ученые выглядят ну они ведь слепнут быстро от всех этих книжек стало быть все в очках точно сушеные очкарики да и одеваются кое-как а для кого им наряжаться для книжек захватывающая теория но надеюсь ни одна медичка ее от вас не услышит а почему потому что когда вас проткнут во время боя она не захочет вам помочь а ты счастливчик ведьмак видел я как она на тебя смотрела совсем не так как на меня верно говорю она тебе тоже нравится да ну ты читать почитатель я почитатель читать на все верно у меня даже читательский бред был но я его ни разу не использовал нормально недавно первую половину атаки тебя посмотрел принципе норм сначала рамня особо понравился потом лучше поню про снажи я живу да то что он блин смену норме чел есть перегибе мы конечно иногда но сойдет всяко лучше чем тот же самый синди например ну на мой взгляд скромный по поводу аниме кстати я закончил арку крусейдеров с жесткой вот и сегодня начал с даймондом что-то там crazy даймонд вот смотреть посмотрим что будет дальше я про первую половину первого сезона я тоже если что то что я дальше пока не прошел я на 20 какой-то серии остановился когда они уже но она не буду спалить она не только слепому не паникота прошу прощения известное дело ведьмачей говорят чувство острее наших вот лекарства собаки поэтому следите и нюхо корова каждому больному принимать по две капли с пищей три раза в день за три-четыре дня зараза должна пройти благодарю ну ну я скорее всего буду продолжать даймонд смотреть нежели чем титанов сначала служи разберусь потом уже за них теперь служишь и правда уже его буду чередовать одну на телефоне другой на компе смотрю так сложилось что я на риданской стороне но не львгарцем я бы тоже оказала помощь также как к адвенцам а и дернцам эльфам краснолюдом или низушку ты же меня знаешь стартаст обмусолить ну там по сути ничего нового ты не было фактически просто сам сериал стал более такой знаешь река урна комичный школе там убрали всю серьезность и серьезный щит как вы да там было пару моментов буквально но в этом тоже свой шарм на самом деле есть в том плане что там гипертрофированная маскулинность не то гиперболизированная вот маскулинность и по-своему это выглядит смешно по-своему ну да как дела если не считать случаев каналах в последний раз мы виделись кажется в зиме да да как раз когда там свирепствовала катриона и раздоху от нее раз нет это было сто лет назад что с тобой стало потом ну я уехала из в зимы и вернулась в эксенфорд закончила докторскую открыла собственную практику когда началась война меня приписали к медслужбе при штабе риданской армии на похоже на родовида грех жаловаться с тех пор как боевые действия поутихли я снова живу у себя дома и лечу больных но я всегда должна быть готова что риданцы снова придут ко мне с каким-то архиважным складка на щеке у нее прикольно но согласен туалетный юмор частенько вы было накрыть джоз и старой части тоже был комичным но в меру да ему бы стало легендарно например когда он платье одел или за лиза лизы подглядывал вообще да есть такое ну и плюс там как ты персонажем чуточку больше не то чтобы прикипаешь да но чуточку приятнее за ними что ли слить их а больше раскрывают буквально чуть-чуть ну на чуть чуть больше чем было до этого но от этого сериал наоборот только выигрывает ну и плюс начинаешь замечать какие-то внутренние мемы серии да то есть допустим то же самое типа пальцем от джотера например вот и такую всякую ерундестику ну это самая знаменитая реплика типа и что подходишь ко мне я из тебя говно не выйду если не подойду за душу не нужно за душу так и думала что ты навестил меня не только из дружеских чувств что тебя привело исключительно платонические чувства со знаком на твоем лице да и ты должен мне рассказать что случилось в каналах чего начать оказалось что чудовище в каналах на самом деле ну джозеф такой на немножко комедир или финцем но не настолько сильно как полнорав допустим а я ковер ская принцесса это чистая правда клянусь когда я убил жабу явились афирские солдаты во главе с чародеем и схватили меня спас меня из передряги некий юнтер один это кто какая разница может он чародея может демон или джин а ты не знаешь я знаю что это кто-то очень могущественной в благодарность за его помощь я должен исполнить три желания одного дворянина сейчас мне нужно призвать дух его брата и сделать так чтобы он развлекся как никогда в жизни развлечь призрака как ты хочешь я вот что-то сижу и думаю чё меня смущает меня смущает отсутствие звуков я должен найти его могилу и призвать его на фоне имеешь ввиду некромантию и башком опасно тишина лютая на высшая магия один подсказал мне как обойтись без некромантии и чародеек он дал мне один препарат чтобы призвать духа а еще мне нужна кодильница кодильницу я достану они есть на складе в университете я могу тебе ее принести спасибо не за что но мне это все равно не нравится мне тоже не нравится я тоже не в восторге но у меня нет выхода я должен призвать этого духа я понимаю а кто это брат ольги рдафон эверик фон эверик на третьем курсе нам предложили на выбор факультативы золотые мысли иерархов или знаменитые династии ряда не я вот по поводу того что абдула убили да как война и иги согласись то что абдул умер 1 накладывают на определенное размышление и не кажется но ты подумай об этом спасибо я знал что ты мне пишет что этот склеп архитектурный шедевр хочу взглянуть на него кодильницу я принесу встретимся у входа плюс там еще кстати прикольный мув был ну точнее не мув а сцена где иги дрался с птицей короче сок не соколом или я стриму скорость с птичкой кольту которая льдом стрелялась такая птица страшная пипец было это кошмар культ прям натуральный целом третья часть понравилось правда затянутая ну вообще да под затянуто учит это что я с большим перерывом смотрел вот я прям в несколько месяцев паузу взял с при великой радости от того что я детей связала самое прекрасное благодарное чувство на свете до вы закрепите он и священным ритмом и соответствии зрения традиции родители там понят меня еще дико бесила серия с оингу боингу прям такие раздражающие персонажи что-то пипец это что они немного но не то чтобы зафа капель а как под испортили чувака который с револьвером был которого станд император стенд стан омон как правильно назвать я даже не знаю на думаю ты понял о ком шляпе чувачок такой встретиться сша не у гробницы руда эверика романтик пошли а еще а еще мне было очень жалко котика конце битвы джо таро и диву прям издец нахуй кота убили не понимаю так тут какой-то знак вопрос точнее метка у меня нет там кому кто-то очень злой сидит очень высокого уровня но так как я подкачался давайте сходим у хорс точно да оригинальные задумки должен был стать одним из торгастов жалко что не стал я думал бы неплохо смотрелся но почему я так думаю потому что он западный человек да и он ближе всего мне по какому-то внутреннему такому состоянию что ли ну из там стенд стенд стандом станда буду стан вызывать станд у него прикольный все пистолет круто у полна риф тоже прикольный станку тянуешь француз но он француз понимаешь он как бы мне тоже симпатичный но он француз качи видел что у него за прическа была чувак большая и белая между прочим что тоже о многом говорит мы прикольно то что он делал башку проткнул без толку конечно но все равно здорово придано и да вот же я помню то василиск да как я с ним тут ебался 10 тысяч лет да пошел до ночи его убил что лежа отвлекся на начать и к это самое и моба замочила блин вообще до согласену полна рифа действительно сам больше всего экрана времени он самый раскрытый ну видимо поэтому может быть он не понравилось больше всего какой вообще фактически не участвовал в движухе где-то там артиста половине блин потом опять появился на пять минут и тут же снова подох кто так делает вообще обдул где-то на фоне всегда морячу джи джи постоянно орал о май га и только это пешком пойду там еще по-своему потешная серия была когда полна риф бэбиком стал его там тянучка укрывала ничего такая тянучка блоксты достойно весна крестьяне торжествуя бредут по полю далеко она полика это ебак летает немного креншовой да есть такое согласен какой-то педофил был вообще непонятный блин так сюда коренжатом на валилия мы здоровы сегодня я надеюсь что я уже забыл было у меня так только вообще ощущения остались китать нет все всех этих техник полуденица швала на этот свет вот авангарни здесь хочешь аниме посмотри им пустынную крюса например он правда по-своему тоже кринжоенький но там есть крутые моменты на мой взгляд стен который омолаживает который омолаживает но это видео нет самом начале борт я уже не помню даже даже его ты евангелия не смотрел я советую только оригинальный смотреть на самом деле на остальные типы кир положить учу-то во-первых она начал пить дома ой бля вырубить элег чувак зачем тебе телевизор когда у тебя есть я я не понимаю малыш я же лучше собаки ну и мое как раз из той середины полуна рифа baby com сделали не помню все равно я даже плохо помню а все понял да 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 все это что он соответственно сделаю бобовиком точнее лучше но вот и все и выключай телевизор либо сделай еще хитрее и включи стрим на телевизоре вот это будет джифанс раунд как говорится он не попал дикая природа казахстана удивительно лошади пасутся а может здесь здесь где-то можно вроде как единорога встретить качестве пасхалки ли такое сделать джифан 4d именно если не все 5 при лазухи на телеке не для твича а ты кабелем протяни кампустер у меня вот так и сделанным пример правду я что-то самое на хероверке окажись потому что у меня теперь экраны немножко перемешан не критично но и немножко неудобно будет потом покопаться муда 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 чужие судья у сестра нормально не могу прям так неудобно сяк неудобно е-моё так почти дошли ну-ка есть знаки вопрос я один даже профокапил как я поздно них подумал будешь в муке жить мы такие бекки буки которая тура тура ту 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 блин чуваки прикиньте уже это самое октябрь и фактически на носу кстати офигенно лето только вчера же был пец куда деле проебали хорошем смысле этого свой естественно вы опять вы да спасаю спасаю а скоро еще и с finder пройдем вуза живем а счастье будет а у начнем а что дальше был так вот начнем проходить этот самый как его там амнезию забыл название прикиньте кипец как не радует жизнь проходит да проходит проходит мне вечность жить прикиньте целый вечный блин новости смотрите ошибаться можно буквально а так прожил побухтел подкрихтел птицки дев девчачьи помял и нормально не все так плохо да и вообще читайте поменьше новостей газеты паблика всяких новостных и телеграм каналчиков нахуй надо чуваки вот серьезно у меня от этого не станешь легче от этого не будет на ситуация при этом не повлияешь умер переродился самого начала ну так это вот память еще больше женских телес это ли не это ли не прекрасно даже не смотря на то что тут серия табли пих не знаю как он это смогу сделать конечно ну да убьет меня милости прошу в мою хату мог бы тебя мерь еще лучше лежишь молодеешь ничего не делаю сказка все в порядке как говорится ребята главное перцем не стареет и я взгинул я панкратий подчастник панкратий просто дядька подчастник чего тебе надобно грибков а может травок а может сыраем гвинт нет но покажи что у тебя у меня уж глазки загорелись просто почувствовал близость гвинта и и обо их их раз и еще раз да еще много много раз так ну давайте сюда сходим не знаю из меня какая девка зажала не знаю где нибудь там подворотни да и начала бы мяч ну красиво и я бы точно стрим шаги не заводит но потом ты бы завел вам баба всем рассказал естественно в красках вы же такое любите ясно куда полетел не дав надо его уничтожить и перекончились девки ну такие которые сами тяки скуют да все уехали на велосипедах блин а пипец ну и срань ой бля извиняйте что-то это самое смешно меня от этого всего ну да если такая есть не знаю кстати видимо грустная песня возможно даже романс не плачьте поручик голицын запусти хороший но потом потом не хочу думать о конце девок над хранится я сегодня это самое пока домой ехал кстати переслушивал самый первый альбом люману черт прям потешная срань такая прям по хихикал по хохопал ну емой вы вспоминание всякие накопили и эронтического характера давай умирай культуре вот так вот а еще а еще сегодня взялся за то что давно хотел послушать а именно за первый альбом группы дай дорогу тоже круто нами первый альбом хороший второй как ужас до драка не до послабее не дожить хоть и есть там интересные композиции выходит со мы вот так вот взяли и еще тут закрыли остался только вот этот знак вопроса на дате на до него сходим его закроем и потом обратно сюда вернемся и поем дальше кусты делать ух ты ж блин или никуда не пойдем а я и сохранялся давно джи фан джи фан и как всегда ломовой разобрали всех девок не знаток у исполнителя кстати но нейминг мне нравится ломовой как лошадь запрячь бы его лук да как пропагать землю русскую да как посеять семена чего-нибудь этакого чтоб все диву дали да была бы жизнь таком случае ничего от еще не падаешь какая-то значит зуба . в жопу тебя роняет ослабление нет нехорошо еще этот порой там лихая кожи сам и навод жадничаю а жадничего нормально мис клик гнездо драконидов надо его уничтожить уничтожаем снова открываем карту снова идем по мис клик метки одну тут две такта одну из них я не потяну наверное ну давайте наверно фасты пнемся еще париться зачем пешком идти фу геральт ест куксу чтобы похиляться такая гадость мерзость я бы сказал банку уксуса прикиньте выпить хочу будет в реальной жизни если выпить банку уксус и жена на сдохнешь ебучий леший ключ с кучей волков но волки хотя бы отписают ебать проводить ну чё древний леший сейчас мы тебя порубим на дрова коряга рухлявая долго бить придется но она сама не лепается на ремонт успевать имена подлетать к нему ожог пищеводом валют натяжение питания через трубочку да звучит так сильно не сексуально не украшение кстати на 1000 но прикольно надеюсь никто не так не догадается как вы проявляет на практике эту тему суксуса надеюсь таких дурачков у нас в чате нет да ты заману еще и невидимый становится восемь ты еще не кое-что опта какой отнимаем за поджог нормально так ау ну давай умирай наконец так и ради чего мы это все соответственно делали дать поинтересуемся лапкой отходил что-то было да мы тут пару знаков вопроса закрыли один раз нелепо умрали и все фактически тайная жизнь графа ромилу м или ромила с этими ударениями не поймешь так пусть здесь у нас балки позорная на типа хп 6 каждый удар по врагу каждый выполненный квест обижает меня новым играм надо поубить об этом что-то прям не терпится даже немножко в амнезию поиграть если честно прям интересно чушь там такого-то напихали что все что как-то быстро мимо попал господи млекисус я чуть что они не нужен расслабился блин ну вот все говорят хороший хора мне возьми да не понравишься и как бы я все знаю я завредена в плане ужастик причем очень большая так что сундук нельзя попробовать жаль осуждаю такое ну пошли тогда отсюда нам тут больше нечего ловить и где-то у нас тут был еще один знак вопроса помнится да далеко конечно давайте сходим гляди что же потянем там вроде тоже все здравенное было как я помню но мы почти взяли 32 ловил что довольно приятно сохранится невозможно вот стремно читать такие надпись когда ты слышишь такие звуки ведьмак ведьмак и эх сиди проект гарантия качество out вас там на правильном если out вас был низшего херониса скримера то в музее все сделано по совести я out вас тырал действительно сранится скримерами тут я не спорю не дает ну тем веселее будет разочароваться да шучу ну не посмотрим посмотрим благо нам уже недолго осталось фактически охотки собраться охотки со что-то я сегодня немного униформису по всему игровой не берите вы заколебается ау вот в жопу все выстреляют больше пользы будет дик сюда кое-что скажу письмец он и там ничего интересного поэтому зубейте все штуки все штуки ну а может быть что-нибудь есть ой прямо за счет повеяло прям обливионом обливионом такой ужас и она мать классный прыжок давай ну отцом если давно было сюда да когда я сюда только бежал ну что ты будешь делать а ладно пошли по квест короче окей не буду по знакам вопроса я видимость он действительно не не форме немножко мне хочется расслаблено как-то сидеть и не не напрягаться не дает не на песечку а нет вот смотрите прям максимально удачно что-то что болит ну удалено ну пиз gjort пизодом уже с статей возможно лаван га 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 там упаду красиво мясо приятно с эльфами связанная хоть но тем не менее квест и я там был мед пиво пил на 400 метров всего лишь мы побежали пешочком тихий кабаны не 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 кабаны сожрут все слов и я не для этого с призраками боролся дико охота побеждал с чародейками спал шум от кого на киснуть не-не-не-не-не-не крестьяне помогите команды убивают охотник давай делай свой охотничий день чареж стрелять давай надеюсь это жилище выстоит против кабани и напасти пускай спит мне незачем убивать этого медведя но он видимо так не считают типа бежит и кричит братан ебани меня палкой но хоть кончиком и от коней не ними последний раз когда мне говорили про кончик палки кончилось это все очень плохо я на это не куплюсь во второй раз не попал ну ладно вот чё хочу сказать так это то что места в этой части карты красивы прям приятно здесь находиться чувствуется что они немножко но отличаются вот апельку видимо вот это вот речка дает о себе знать таким образом когда иметь я обязательно попаду как испортилась погоду чему бы это сидит кустах закладки на руки базуки на я никогда не видел тебя такой слышал о нем какой такой на тысячку только не лезет но он даже мой кот пытается пролезь сейчас обычно вижу тебя в окружении бинтов на рекам джифа пусти меня нас 3 я кулу когда я работаю очень должен быть в интернете жду тебя венок на свадьбу я не знал что ты выходишь замуж не я глупый моя подруга этот венок для нее а кстати может ты захочешь пойти со мной давай с удовольствием замечательно договорились я ему обязательно передать не забыла как но сексуализация кота это сердце нет меня чуть не застукали когда я его страшное дело я не знала как ты ее будешь использовать так что взяла еще смесь янтаря аниса и можжевельника они неплохо дымят о чем у болезли калек может пригодится умарить айда пошли . у нее прикольно хорошем смысле сексуальный как можно быть плохим сексуально плохом смысле действительно производит впечатление верно жаль только что здесь так запущена рот обнищал видимо не было денег на содержание обнищал твой рот зиме блин а поместь это слишком страшно огонь не нужно идти со мной можешь подождать здесь так наверное будет лучше я бы в таком сам жил если что-нибудь случится по причине съемы говорить если что-нибудь случится горячим а кнопки кричать этот метр монет потерпи код скоро я закончу стрим потерпи дай здесь разобраться вот просто сегодня что-то это самое на взводе уже недоволен тем что в понедельник наступил видимо закрыто надо ключик найти да он скорее всего выпадет с кого-нибудь поехали а и зажимают беги моё я вас милицию жаловаться будут за такое поведение непотребное склепер летаете тут наливаете хорошо кто-то устроили ухт уж блин даже мой был было близко очень сомневаюсь дать осмотримся дорогу да никак не нравится этого бляского ведьмака согласен но мы уже это близки мы уже близки к концу нам осталось только два дополнения фактически пройти да и там уже финальный хвост и будут ауте очка где все я буду третий угоняешь как я посмотрю нужно курить все залы в этом скле ну что у тебя случайно нету кстати этого самого титан квеста вещь собираешь потихоньку опять стоп только не говори что ты это самое мобилизованный или куда-то опять там собрался и рок и тут это самое самое шутки не шути пока нет домой ешь по самому я уж это самая секунду чуть не остановился в плане своего сердцебиения переживаю я за вас родную личик моих так вот по поводу тела хвостом я просто хочу как-нибудь его пройти все-таки вот я думаю со зрителями может быть прикольно был но у меня тут последнего дополнения на дату такой паскидки взять так что если что-то думаешь на насчет туда и знать мы все через это пройдем может может и броню но пока то не проходим поэтому рано есть секси биста руш мега хорош ну как бы главное чтобы у тебя звание было естественно остальное приложится поэтому грибов на сын уровне на 1 октября будешь затор занят не страшно абсолютно не страшно время есть мы пока или фор играем вот еще на парке стримов точно под растянем да и этот самый у нас еще в наличии эльянс фортина и вот и некий байки ели вареники некий байники бац и 0 что-то там метка не засчиталась почему проведи как друг ибо и я тебе не враг и не друг и не враг а то ведьмак чью кровь я приношу приведи как друг ибо и я тебе не враг тут видимо очеренность может быть надо соблюдать просто не спрах тот чью кровь я приношу по ходу вернись в мир живых ты что его покинул чеков бельта до пекина они уже все возьми и раскуплены учитывая современные тенденции ибо и я тебе не враг жизнь и смерть да ладно вам человек и все навалится не переживай не поддавайтесь панике вверх и в себя и все будет хорошо сегодня комп отправил домой блин бедный клуб надеюсь он в порядке доберется завтра вечер руку от вас течет заманался но ничего главное что скоро все это кончится чувак и будешь дома обалдеть и халай чуть-чуть потерпи кровь жизнь и смерть приди тот чью кровь я приношу дорога домой выматывает но это приятная дорога домой жизнь и смерть ты призвал меня кто бы ты ни был это закон для туризма чтобы пробудить дух витальда фон его лечу дедуль ты еще у него кровь нашего рода ибо только кровью эвериков можно пробудить души эвериков сие правда насколько я знаю из нашего рода в живых остался лишь ольгерд да значит этот человек пролил кровь твоего внука есть тут хороший вид макаре ты встретишь хорош и тогда зато никогда уже не увидишь ольгерда даже бабуля на меня нападает что ли да смотри это пришел злой дед иначе у мочи других уже выгидал моё да это каменные сердца северна начали проходить какой-то веке докачался до подходящего уровня чтобы можно было позволить себе это делать но надоедливые суки на дети эти эврики кто ты такой тот кого ты ищешь витальд фон эверик брат ольгерда не забыл что не могу себе даже основной сюжет пока еще не закончил как я умер яйца у меня вообще не чешутся я не хотел драться с твоей семьей они это начал сказали типа специально пройти сначала дополнение только потом заканчивать основной сюжет ранцеве воскресенье 4 утра на работу и так раньше нести вечером домой не приезжаешь блин братан ты сам и завязывай столько работы начни столько отдыхать а теперь говори мне откуда у тебя кровь ольгерда и ежели ты причинил ему вред я тебя убью и даже я отпущать нож как ты меня убьешь у меня к тебе важные я так что мне плевать на твои важные дела единственное чего мне не хватает после смерти это скажем добрые забавы да что поделать ты говоришь что не прочь развлечься я здесь как раз за этим меня прислал твой брат ну и как он много бы я дал чтоб с ним повидаться что-то в упорте призреки это выглядит может быть тебе удастся испытать что-то специфично будет интересно покойник был вон хоть чуть-чуть прозрачно покойнику уже интересно говори в чем дело но он чуть прозрачную недостаточно не хочу показаться бестактным но мне интересно как ты умер не тушуйся все любят такие истории мне бы это понравилось если бы не меня тогда убили как это случилось во время набегов обычно занимаем хату старосты а местным выхлокатом не расчетом подмышкой попали мы в засаду пятеро на одного получилось но меня и убили черепа дубовый стол раскололи как яичко да потешка история откровенно говоря я не очень хорошо знаю ольгерда расскажи мне о нем замечательный человек набросок из 5 попадаешь вот тогда у вас категория шва все рядами я чуть сомневаюсь лучше не в зале не слушай ерунду мы еще щенками были а он уже в набеге ходил когда война шла приграничные деревни с копом в портки срали от одного имени ольгерд я был его правой рукой а товарищи наши за ним в вагоне в воду были идти готовы и чем вы отличались от обычных бандитов мы бандиты ты слова-то подбирай у кого-то из наших может и были драки на уме но только не у ольгерда он всегда был любопытнее всех на свете все это ему было интересно книги читал картины любил но и невеста у него была прекрасная как с дороги я выполняю для ольгерда одно задание мне надо сделать так чтоб ты повеселился как никогда в жизни правда ну вот что значит брат вот так брат скажу тебе даже после смерти обо мне помнят так сколько у нас времени за ночь и вернемся отлично погоди-ка я только сапельку возьму и я думаю тебя не позову нафиг такой нужен не можешь ничего забивающим здесь если кушу здоровую пищу поздравляю кружки бачки кончились понимая или ты выгнал этого самушки как следует в танце не ответственно за кабачки придется как-нибудь обойтись пошли приятного аппетита никуда я не пойду ой начинает конючество должен сделать так чтоб я развлекался так придумай как мне это устроить мое тело я не сумею к тому же разлагается кошмар но тогда придумай что-нибудь еще а в таком виде я никуда не пойду сейчас приведу погодь думаю я мог бы сюда кого-нибудь привезти ты бы мог взять взаймы его тело на один вечер ты хочешь чтобы я в кого-нибудь вселился ну а допустим я соглашусь вискар с яблочками звучит вкусно но виски к сожалению не мой напиток носиться на это за деньги тут запрещено обсужать сюда я покушал через 3 он так что может у меня есть идея получше но нет и речи быть не может да вот именно что да это не покушал ну как покушай обязательно как там была у группа ленинград покушай курочки очнись открой глаза где же нюхательная соль так то что я спите бога это еще ничего не значит убери соль к бы говорю хватит меня шлепать отлета томатным соком забываешь что полежать на таких чудных коленках интересно что же там скрывается повыше ты с ума сошел да как только тебя увидел погладишь меня по роже еще минутку я буду готов провести вечность в теле пса чтобы видеться у твоих очаровательных ножек геральт да что с тобой происходит геральт я вид что ну ладно погоди минутку я определенно не люблю когда в меня вселяются давай при этом щепите если кто так не сопротивлялся не потерял бы сознание геральт ты можешь мне объяснить что тут происходит прости шани это был не а кто же я заткнись прости это я не тебе а кому же моему катушу но она его не видит здесь никого нет похоже твоя прекрасная подруга меня не видит и не слышит может это даже к лучшему ты должен кое-что усвоить я ничего не должен только замечательно развлечься что я и собираюсь я теряю терпение я тоже ты можешь мне объяснить наконец что здесь происходит как я люблю нетерпеливых я должен сделать так чтобы витальд фон эверик развлекся как никогда в жизни но так уж вышло что он дух так что мне придется одолжить ему свое тело погоди то есть сейчас он тебя вселился нет сейчас нет сейчас стоит рядом и пялится на тебя но когда я буду одержим все мои слова и действия на самом деле будут принадлежать ему а что если я захочу поговорить с тобой ну тогда пусть подойдет и попросит чтобы я на минутку вышел тогда ты должна его попросить чтобы он на минутку вышел понимаю замечательно ну так как моя сладкая может выйдем из этого мрачного склепа тут недалеко такая роща где поцелуй на вкус слаще всего на свете я так понимаю что сейчас ты уже витальд похоже мне не составить тебя от геральта не уходи от темы ласточка если роща тебе не подходит можем сразу перейти или герард витальдя как бы в обе стороны но есть нюанс я не хочу в этом участвовать дух что поделать в таком случае пойду в ближайший бордель у меня есть идея получше прежде чем геральт призвал тебя я пригласила его на свадьбу моей подруги о небеса вот так удачный день у меня сегодня не найдешь в рядании лучшего танцора чем витальд фон за мной лапушка развлечемся как никогда в жизни хорошо мне еще надо переодеться так что можем встретиться у святилища это мне не по душе почему не люблю святилища я и при жизни посещал их только чтобы ограбить а после смерти они мне стали нравиться еще меньше а может мы с тобой прямо на свадьбе и встретимся кажется у нас нет выхода великолепно тогда увидимся на месте торжества слона герой то по голове ударили кирпичом вот эта девка от такой запросто можно голову потерять это говорю тебе я витальд фон аверик которому чем попало не угодишь ну-ка честно мне скажи как на духу есть между вами что-нибудь не такие диваны генералы в армии не нужны сейчас подойду а если нет то навестить бы с ней парусе навалов и так и это в в в в в в Продолжение следует... 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 какой-нибудь страйкбол ну вообще да прикольно тема как романтично я периодически все думаю как-нибудь ворваться в него снова но сейчас как ты знаешь ну боюсь люди не поймут за такой девушки можно и войну развязать или хотя бы набег устроить да выглядит она прекрасная пойдем погоди ты хочешь идти в этом а в чем все детства по делям звучит знаешь я не буду ряду как звучать делать в смердящим кафтане да нормально я выгляжу что загадочный как на свадьбу иначе бегущий полезли являться не годится у меня как раз при себе ни одного нет ну еще бы зато вон там есть их сейчас мы чужие портки будем забирать чувства ну давайте возьмем однако ты прав ну вот это я понимаю помолит вот этот подойдет все конфликт от бездель я бы не согласился как на меня и я бы не согласился ну давай еще сапоги в сапогах надо быть на свадьбе ну и еще вот это герой как тут непривычного ли когда вы будают стоян на руднике давайте не давайте чтоб не голову снесли если я когда-нибудь видел девушку прикрасить вот вы хотите вы и отправляет цвет сижу мне здесь хорошо глаза как усердный шея лебединая а стан такой что одной ладонью объять можно а ты довольно забавный спасибо вот видишь твой геральт зануды на сегодня все будет иначе вижу определенно иначе он никогда не был так разговорчив он глупец но я сейчас все исправлю ты выйдешь за меня замуж это серьезный шаг но я подумаю а сейчас идем на свадьбу мои глаза у нее красивую не мог бы дать мне поговорить с геральтом а зачем это же я должен развлекаться а него всего на минутку и ты сразу в него вернешься только поторопись не хочу тут до полуночи столбом стоять геральт сейчас я представлю тебя же не хуй невесте проследи чтобы твой друг не натворил лишнего я над ним не властен чувствую себя дураком когда говорю все эти глупости кое-что из этого мне понравилось например это что же ты мог бы быть более раскованным иногда раскованным по-твоему я зажатый я говорю о том что мне было бы приятно видеть как ты просто радуешься жизни они только без конца решаешь чьи то проблемы и туда никогда не пойму женщин это да ну конечно не поймешь у тебя же мозгов как у конского седла и туда счастью у тебя есть я потом поговорим пойдем на свадьбу пусть не злобная токсичный как сейчас говорить наконец что-то умное будем веселиться до самого утра ты здесь только до полуночи и не минутой больше этого мало до полуночи я и напиться то как следует не успею ты поспеши уговор был развлекать тебя до полуночи я как пройдет обряд на диване чипца и вернешься откуда пришел как скажешь туда моя душенька чувачки у меня такие прям о май прям глянь и шучки ух хороший встречай меня мир один сидит девушки говнюк но ни одна из них теперь не ровня крем за было подружали в этой будки должны держат псину размером с коня спасибо за заботу но будка пустая неужели спустили такую скотину с цепи интересно что скажут гости на свадьбе кажется мне веселье будет высший сорт какая красивая рябина когда я была ребенком делал из нее бусы взгляни и показали близко в щенячьи годы гнал из нее барматуху вместе с ольгердом а мы из нее стреляли с ее помощью из напальчников для тебя все что хочешь и по городской бутылки резинка и палец от резиновой перчатки пойдем поздороваемся я же не отхожу от тебя ни на шаги еще раз всего вам наилучшего благодарствую но я от лагеря тоже был что как детечка что как вожатый сын ездить сейчас очень нравится особенно на табли налтай мне понравилось старая рябина есть его что ли ты мишину очень приятно пусть будет легким да сладким ваш новый жизненный путь я вид на это мой добрый друг с давних лет геральт из ривии да это я не так и не проходил зато видео на выросли стрима но вот даже ситуация люблю не вид сам не разумеял вот именно я уверена что сегодняшний праздник выйдет на славу скажи мне альдона откуда ты знаешь мою дорогую шани мы вместе учились это было прекрасное время сожалению для меня она быстро кончилась моя семья не могла платить обучение и через год мне пришлось вернуться домой учиться никогда не поздно твой муж наверняка не только тебя прокормит но и поможет закончить учебу не знаю мы никогда об этом не разговаривали явно ты ведь женился на альдоне не просто чтоб с ней в постели забавляться ты поможешь выучиться право это наше дело я полюбил твою жену как сестру поэтому ты мне вроде как свояк поможешь ей обязательно об этом поговорим я так и понял брат сразу видно ты порядочный мужик брох ладно пойдем к отсюда хорошо болтать время уходит ой че лучше не начну я просто хотел попробовать вашей силу и потанцевать с местными барышнями среди приглашенных много красивых девушек наверняка какая-нибудь тебе понравится это явно блажанных лет наверняка вдруг и ты кому приглянешься было бы приятно но попробуйте сказать это мне уже не так важно давайте выпьем и шаник режут стоян душу время забухать их можно хряку поймать хотеть давай гусенивать уже тут уже тут мужики борются за лавы свинопаса и за фанты для своих девок награды для дам значит а правило какие надо родиться крестьянским сыном или как и каждый может счастье попытать достаточно загнать свиней помеченных желтой краски блин я попробовал кстати звучит весело лавр свинопаса что это вообще такое а денежный приз я получу никаких денег это почетная награда если кто его выиграет то должен приторочить лавр к седлу что я неправильно чего-то слово может хоть награды для дам стоит этой возни со свиньями но конечно они все красивые как на картинке выиграете так сами убедитесь чему поросят по получим что ли 7 в коллекцию грубо глупо но в общем почему бы мне не попробовать это для нас честь уберите оттуда это чучело даже бабу свою в постель не загонит где этом свинювки для прикиньте первое свидание да вот идешь ты с девушкой по невскому а там свиньи давай давай хрюша ну шоу да куда ты ну 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 перехватываем давай давай заходи о хорош давай свиньи пошел-пошел куда рыло свое да куда я жну я же тебя подгоняют и чё блин чуваки маят сама магия не работает заходи давай ну 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 настоящий свинопас теперь показал я вам класс все свиньи в клетке с ноги я пытался не давал и не только хлев ни один хлеб был но это не значит что я свиней массы так или иначе лавры ваш и попал он в добрые руки за победу кавалера и для дамы приз есть пожалуйста вот что это мини-пик в натуре вот если бы они продавали вот этого хряка из ведьмака я бы уверен его покупали бы очень часто вместе с лавром этим вот серьезного говорю я такое сам тоже бы купил нравится ли моей даме то награда которую я для нее добыл это тряпичная свинка она чудесная правда я всегда такое мечтала по одежной ведь скажи мне шани как с тобой надо ты о чем я к тебе и так это наверное видно разумеется и весу бы на которых сверху но сама виды без и прося бы моду просто не в моем вкусе ерунда я любой девушке по вкусу правда докажи далеко укажи мне на любую девушку и ручаюсь она в 3 мига будет моя а я сама начала потас не говорит а теперь гляди как это делал сама начал мазель а мы знакомы ну ты дело что незнакомый из-за этого я пол жизни прожил без тебя если быть точным то всю жизнь прости золоткой не шок марин и усложняй это нечестно ну хорошо я со стороны посмотрю ты ведь не поранилась звездочка симпатично смелая ни слова больше я сделаю из тебя настоящую даму ввиду тебя в лучшие салоны даже меня проняло в новиграде в оксенпурте да и в самом ковере где только захочешь идем я тебе там камера которая приближается а вы кто такие где тут дырин какой-нибудь или господин ведьмак вам таких пиздюлей отвесит вовек не забудете где тут дырин какой-нибудь тебе сука меня уговаривать обожаю легендарный момент легендарь угли еще и в холливуде рёмся на дырин а дырин не вырос свинопас и получает смерть еще и прийти ну что хватит с вас холопские дети охуенно то есть с ведьмаком а ну пошли вон отсюда и чтобы я ваших глупых рож больше не куда я же хотел сделать из тебя дам шани бережно хранили подарок геральта позже и хотим вот увидят усилив кровати медички надо будет пройти посмотреть пожалуйста ты все просрал сбежала ты всегда такой хреновый ухажер всегда а ты в жизни всегда был такой очаровательный но обычно у меня получалось я тебя прошу держи язык и лапы при себе развлекайся а гостей колодить нечего моими руками а вот эти а думаешь один раз подгоняем ладно я понял повеселиться уже не идет должна быть она будет недовольна разве себе такой на юбочке чтобы впечатлить девушку побить и и брать вы только посмотрите на это только посмотрите горячо драка это часть плана устраняю препятствия заодно подставляюсь под пару ударов и деви сразу становится меня жалко рано хочет перевязать что-то пошло не так так ведь тело то не родное жилистая какое-то ну и морда это вот если бы я был совсем самим собой тогда другое дело девки всегда велись на грусть в глазах и лихой вид я с удовольствием еще попробую покажи мне только барышню и не нужно мне ничего доказывать просто давай развлекаться у тебя ведь не так много времени ну хорошо наверное ты права пойдем значит грустный квест на самом деле грустный пугвин есть иду лечу лечу прям мазель прислонилась тут до красавчика поджидаешь говорят в старой печке огонь сильнее была бы я в твоем возрасте бабуля ты знаешь как меня это самое увлечь вижу гвинт иду гвинту ныря не подождут хочу гвинтецкий лет не гвинт не гвинт давайте и какая у тебя мордочка смешная осуждая не стоит его обзывать простите я не хотел никого оскорбить если бы не хотел то не назвал бы его мелки ну простите я не знала что ты такой азартный в эту ночь ты много моих достоинств узнаешь этот у меня от геральта больших достоинств сидит такой просто какой же долба ох суга ну чё поехали но у него такое же что ж что ж что ж давайте посмотрим так тебя нафиг и тебя нафиг такси колода если честно но сойдет ладно может побольше посидеть сегодня я думаю раз такая пьянка у нас началась ой наконец что-то весело происходит от повезло повезло так ну давай наверное с а вот этого пойдем и что мазафакер какое ну ладно верно он руши на меня таким не напугать и давайте сначала первый ряд заполним там посмотрим снова трис нет этого дать ткани составим боец синих полосок да что такое то ну науки и хорошо давай на первый ряд выкинь кого-нибудь мгла неприятным ну давайте потанкуем потанкуем побыкуем это удачно всего добро как нехер делать изейша но него три карт и у меня три карт ходим я конечно мог постануть но что делает золото на вот еще узнать часам ну давай рискнем посмотрим что он там выкинет лючка ну и отдыхает все дурой уж я думаю 30 он точно не побьют легко как любезные надевая злины и уши на свою ослиную башку я-то надеялась что увижу тебя с ослиными ушами по моему ты был бы не отразим увязная другие способы быть не отразимым можешь убедиться я подумаю пора выпить свадьбу в конце концов о вы давай выпьем а то время уходит выпьем за здоровье ведьмака и его невесты слышал ты моя невеста знаешь что это значит нет что что мы должны себя вести как жених и невеста идти там чуваку в шляпе на фоне весел ухаживать ты сопротивляться но все и так знают чем это кончится отличная забава отличная поехали дальше все уже сейчас пойди по тишься момент уже будет приятно внешний ведьмак их обожает особенно с тобой только музыки нет а я не могу подрубить ее к сожалению ну а да без музыки как-то не так это сама смотрится ну приятно смотреть на герой ты таким приятно специально для наших дорогих гостей ведьмака геральта его очаровательной подруги шани музыканты сыграют кое-что особенное медляк наконец-то можно поджиматься идти кому нишаней я раз но гендерку давно на фоне маячил красиво прямо как 2 есть ну нет погодите секундочку сейчас еще 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 бля короче я не хочу без музыки это все смотреть дайте я или запущу банальный момент я думаю авто сейф у нас там есть поблизости где-нибудь а то ну как как-то бредовенько согласитесь без музей я обновилась на музыку продать да прям здесь прям сейчас быстро решительно так запускаемся настройщик и звук дайте музыку на с ракет эффект на 50 ли загрузка это мы перед винтом вам сохранить получается после разгар перед разговором с бабкой после драки с братьями а мне карт какой-нибудь дали они не заметил вам мне ничего не выдали за награду обидно что цири находится в убежище на острове я бы хотел хоть картишку получить уникальную позаботьтесь о винодельне пожалованы вам княгиней закажите защельный камень повесьте картины и мечи конце концов везде хорошо а дома лучше но у меня пока винодельни нет покажешь прикольно кстати то что герб меняются в левом верхнем дамы так ну еще одна партийка в гвин главный не прошли 5 малыш так смотрим тебя нафиг тебя нафиг выходит такое семя опять же не повезло с кололей причем откровенно не повезу же ну поехали ладно и с ухами норм будет ну блин не хочу с ухами ходить нифига ты на журисть какой оказывается ну давай окей синяя полосочка ах ты пёси пёса а супуста сукин сын еще опять могу выкинет нет жопошник убрать не первой карты надо скидывать не без и мы на него шпион есть а у меня нет в этом раунде шпиона по самоотстойно ладно скипаем пускай вытягивает как-то мне в этом раунде видимо не везет на попахивает ггм что же вы хотели ослиные ушки будут вам ослиные ушки суть по всему у меня еще и доп карту взял сволочь пасану странный муфти его стороны но окей видимо пытаются мне подыграть чтобы я сша не мог а вот и йеннифер это моя сладкая как ты вовремя пришла ты бы знал живем потихонечку и но у него карт все равно больше блин это мне не нравится максимально боюсь не вытяну дело пахнет писью нами ну давайте на передний ряд ах ты блядское животное второй ряд надо было бахте без разницы апсалю думаю меня все равно каждый достал ах ты проиграл ведьмак отдавай что поставил то есть все может мы как нибудь договоримся не выкручивайся а гони монету что теперь будем делать легко просаживать чужие деньги я хотел выиграть эти деньги для тебя мне в могиле они не нужны но ты проиграла я должен платить за это да геральт чё ты бухтишь не будем обирать пьяного пусть надевает уши и будем погоди-ка надо преподать ему урок пусть он наденет уши и отдаст нам пять процентов своих монет ты слышал ты без проблем согласен получите вы свои пять процентов и уши не сниму не боись надо так надо витальд фон эверик человек чести слышали так надрался что считает что он витальд фон эверик а ведь он уж сколько лет как мертв да ну вот не давай с этими ушами ты просто не отразим пора выпить свадьбу в конце концов выпьем выпьем в одно время уходит я от этого только выиграл только выиграл как на то мы отступаем что тут же самое так танцульки поехали отличная музыка пойдем танцевать прям в уши я не встречала ведьмака который любит танцы а сегодняшний ведьмак их обожает особенно с тобой прям аниме девочки герой с двумя ушками хвостик у него тоже да они хихикают громче чем музыка идите там мужик наяривает на фоне и расчет прям ну да я уже году что диалоги сутка влияет на это сильно ведьмака геральта но его очаровательные подруги шать на когда-то обжиматься иди ко мне шани я раскрою тебе мою романтичную как же красиво на прямо жест это делает да 40 процентов очень тихо а ты неплохо справляешься с такой партнершей как ты даже сту смог бы танцевать ты скромничаешь я стараюсь но когда нужно я могу проявить немало фантазии какое сочетание уверена женщины это обожает ну не стану себе хвалить просто интересно скажи сколько их было недостаточно порядочно это никакие попала швабра настоящая женщина разумеется ни одна из них в подметке тебе не годится а чувочки заканчивают играть знаешь как настоящий танцор благодарить свою партнершу кажется нет ловушка геральта что ты творишь совсем ума лишился может и по всем мой разум и сердце теперь твои давай договоримся ты можешь болтать все что тебе угодно но руки держишь при себе ясно без рук и без рук но я не смог удержаться я не сержусь но больше так на меня не бросайся ты знаешь я долго постился но хорошо следующее спрошу я могу тебе погрустнил прям ты невозможен можно мне теперь геральта на минутку но зачем вот ничего интересного не скажет он зануда пожалуйста пожалуйста ну добро эх видел как я все разыграл смотри не посмотри как это когда в тебе сидит дух ты что-нибудь чувствуешь можешь на что-то влиять дороге мы все чувства не могу контролировать ни действия ни слова а почему ты спрашиваешь чё как оно потому что мне интересно как было бы если бы я танцевала только с тобой мне бы хотелось сделать то же самое ну так почему ты этого не делаешь скажи мне нормальные люди не ведут себя как витальд фунеллерик потому что они идиоты с ним слишком строк на самом деле он даже забав дадим спал хорош вот видишь я хорошо а ты стоишь тут будто копье проглотил но не приглотила сел человека который объявил для нас то есть для вас песню да я удивилась что он меня знает мы ведь не были представлены кто это это и есть дюнтер о дим господин зеркало это что он здесь делает ну так возьми и спроси его да раз уж он тут появился нужно с ним поговорить а тебе случайно не приходило в голову что он просто так зашел на свадьбу уверяю тебя он ничего не делает просто так а тем более случайно я вообще-то должен забавляться а я уже минут пять стою столбом и слушаю как вы болтаете я возвращаюсь в тебя это страшно звучит кипец я возвращаюсь в тебя я вообще не видел я поехал я я не я я не я я я кто-то меня называет осликов недоросликова дайте потанцевать спокойно блин какой трек можно поставить на фоне как думает чё прям напрашивай за счет а какой какой где-то на свадьбе да ну дискотека аварии да ну наступает ночь да ну только никакой интервью или об вроде джес макмобич мне я знаю я приду где и тапчик наш сейчас мы слоем немножечко таски за пролиджи могут это самое а пролиджи пока это самый начался по 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 Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Так, там старый дед сидит, стримит. Давайте я вас к нему отправлю. Он там стримит готику аж. Вторую. Идите туда, передайте ему, что он даже не гражданин. А я приду еще завтра. Мы завтра продолжим. Ведьмака. Поделаем все это добрецом, квестецом. И надеюсь, отлично проведем время на свадьбе, потому что начало было многообещающее, на мой взгляд. Давайте, чуваки, рад был вас всех повидать. Не трусьте, не переживайте, не грустите, не волнуйтесь, все будет ништяк. До новых встреч, пока-пока. До новых встреч, пока-пока.